В Китимском районе появился новый экспонат времен Великой Отечественной. Выпускник местной школы привез из поисковой экспедиции под Волгоградом пробитую пулей солдатскую каску. День в музее провели наш корреспондент. Медведь, заяц, белая береза, уклон. Именно так с четырех языков переводится название села Верх Кайон. Ему почти 300 лет, потому история богатая. Ее собирают здесь до сих пор. Помогают ученики и односельчане. Этот шлем был на голове солдата. Солдат получил ранение и погиб. Стальную каску привез из Волгограда выпускник школы Сергей Камягин. Сейчас он в армии. В поисковой командировке парень был будучи студентом железнодорожного института. Его мама говорит, что даже не подозревала, насколько опасна поисковая работа. А потому что там были снаряды обнаружены, которые не разорвались, и они вполне могли разорваться. Но, правда, все удачно приехали. Такие вещи становятся предметом исследования школьников. Они открывают новые имена в истории. Аня Пчелинцева узнала много нового о своем родственнике, который в тылу обучал летчиков перед отправкой на фронт. Он хотел уйти на фронт, но его не пускали. Он много раз туда пытался идти, но не пустили, потому что говорили, ты нам и здесь дорог, ты нам и здесь нужен. Есть в Верхкайонском музее и мирные трофеи. Например, один из участников войны привез из Германии швейную машинку. В Союзе таких не было. Говорят, работает до сих пор. Учителя истории считают, что в школьном музее все должно быть открыто. Так интереснее воспринимать экспонат. В любом случае им надо руками вот это все потрогать. Вот тогда музей, именно школьный музей, он будет живой, что ли. Судя по некоторым находкам, первые жители этой местности появились задолго до Петровской переписи. Данные пока официально ничем не подтверждены, но Верхкайони надеются, что в будущем кто-то из ребят сможет найти тому доказательства. Ирина Звягина, Никита Решетков, Новости ОТС.